И, допустим, когда у детей болят ушки, то есть различного рода атиты, либо еще какая-то ерунтистика, это также является следствием поедания молочных продуктов, неважно сырых или термообработанных, либо тех же яиц, которые просто организм полноценно не переварил. И вот этот вот холестерин, сырый термообработанный, еще раз повторяю, это значение не имеет, набился в лимфу, и огромное количество бактерий, грибков и глистов лезут туда, чтобы все это дело сожрать. Соответственно, лимфа раздувается, наполняясь вот этой вот недопереваренной едой. Ну вот банальный пример, наешьтесь с вечера орех, с утра все проснутся с опухшими лицами, почему орехи не переварились, ни жир, ни белок ореховый, эту дрянь, ну попробуй еще переварить, потому что еще раз повторяю, эта еда не для нас. И соответственно, почему ваше лицо опухает, потому что лимфатические сосуды набились этой жрачкой. И теперь есть два варианта. Либо вся эта слизь с недопереваренными компонентами еды движется либо к почкам, либо к печенке, либо к лимфатическим так называемым узлам, то есть к подышмышечным падинам, к паховой области, либо к носоглотке. И потом уходим и харкаемся. То есть отхаркиваем вот эти недопереваренные орехи. И соответственно, если мы съедаем их много, то вот эта слизь, она также вот сюда к нам выше забивается. И куча микроорганизмов приходит сюда все это дело жрать. И поэтому вот эти места у нас потом могут болеть. И вот если ребеночек ноет от того, что у него болят ушки, это просто лимфа засрана. И полноценно не циркулирует. Туда приходят вот это вот пиздобратели маленьких друзей, которые все это дело пытаются сожрать. А поедают они все это дело, естественно, продуцируя различного рода кислоты. То есть, допустим, кишечная палочка, она не может просто с дубками взять и начать жрать. Нет, она харкается специальными ферментами, которые разъедают вот этот вот яичный белок и яичный жир. И вместе с ним из-за этих ферментов начинают разъедаться ваши собственные ткани. Особенно ткани слабенькие. То есть, грубо говоря, наш рация недопереваренных яиц, которые вот здесь у нас оказываются в виде прыщей, и потом, например, выходят, или в виде белых точек, или в виде перкоти. Бактерии начинают все это жрать, продуцируют определенные виды ферменты, и это разъедает наши же ткани. И нам больно. Если человек здоровый, если мы крема старшем поколении, этот человек просто будет забить слизью, микроорганизмы всю эту дремь будут поедать, и он ни черта чувствовать не будет. Но маленький ребенок, особенно ребенок современный, который до смерти затравлен, у него оголены нервы, то есть миелин с нервных оболочек, он просто слез. И когда бактерии продуцируют свои кислоты, это примерно то же самое, как если взять лимонный сок, или яблочный уксус, и брызнуть вам на слизистую, то есть на глаз, или в рот. Вам будет больно от этой кислоты. И вот у маленького ребенка, у которого все нервы разъедены, благодаря витаминкам, напоминаю, а витаминки это то, что нам все доставят. Либо каким-то другим ядовитым медикаментом, либо каким-то другим токсичным переменным в его жизни, которые просто убили эти ткани. И вот ребенку и больно. Но бактерии и грибки, они не виноваты. Если уж прям копать в первопричину, да, почему это произошло, витаминки, которые загонтошили печень ребенка до такой степени, что его жрелочка, она вообще не активна. Это просто вода. Он съедает эти яйца, они абсолютно не перевариваются. И в абсолютно непереваренном виде попадают в его организм, тупо забивая лимфу, тупо забивая кровеносные сосуды. Тем же холестерином, либо слизью. Слизь, она как бы образуется от вот этого пиробактерий. Либо, может быть, она образуется посредством работы наших же клеток. Я не могу сказать наверняка, но так или иначе, вот этой вот слизью организм у нас наполняется. И она, во-первых, дает давление на нервные окончания. А если она, айгалины, это будет вызывать боль в любых органах. И в частности, вот здесь в ушах. Потому что здесь, ну, проходит достаточно большое количество нервов. Тут у нас дубки. Сами знаете, если там дубки сверлить, вырывать без наркоза, это боль невыносимая. Нервные окончания до хренища. Конкретно вот в лицевой области. Почему? Ну, потому что это место, скажем так, одно из самых главных. И природа сделала так, напитав его большим количеством нервных окончаний, чтобы максимально защитить. То есть, если на глаза попадает какая-то ерунда, нам чуть как больно. Если в ротовую полость попадает что-то, ядовитая то, что мы не должны съедать, мы тоже охренеем. Язвык это одно из самых таких эрогенных мест. То же самое касается шеи. То есть, вот это вся область, она кишит на нервные окончания. Поэтому, если тут происходит какая-то подобного рода хрень, это всегда вызывает у нас негатив. Продолжение и ответы на другие вопросы от участников закрытого канала, где изложены подробные знания об диагностировании, очищении и питании для своего организма, с реальными отзывами и исследованиями, вы можете получить в закрытом телеграм-канале Романа, где он несколько раз в неделю проводит трансляции с подробным разбором всех тем, касающихся здоровья. Такой ценнейшей информации с комплексным подходом к здоровью на данный момент вы не найдете нигде. Ссылка со всем необходимым находится в описании.